Традиции с Сергеем Михеевым Традиции с Сергеем Михеевым Традиции с Сергеем Михеевым И многие из них, несмотря на то, что как-то осели за границей, нашли себя, работу, семью и так далее, тем не менее к России относятся не просто тепло, а считают ее своей родиной. И, в общем, как это, опять же, для многих из нас здесь живущих непарадоксально прозвучит, на самом деле настроены весьма патриотически. А когда началась вот эта вся операция на Украине, и все эти вопросы смыслов обострились до предела, многие из них, в общем, на самом деле избрали позицию поддержки России, несмотря на то, что в Европе, Америке, в этом направлении местные власти, местные СМИ как бы давят любую активность в пользу России, тем не менее люди ведут себя, ну, скажем так, достаточно патриотично, несмотря на то, что их, в общем, там мало кто поддерживает, в общем, это их личный выбор. Я знаю, что вы с такими людьми немало общались, вот предлагаю, так сказать, поговорить именно о них. Да, здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, Сергей. Да, тема, на самом деле, очень важная на сегодняшний момент, потому что в ходе вот СВО выявилась такая большая проблема, и я ее вижу даже среди своих друзей, что есть устойчивое отношение, что вот здесь вот мы там условные там ватники, да, вот, ну, вот это вот непонятное какое-то, вот, мы там за совок, как там, что говорится, да. А вот все на Западе, они, значит, все за Украину, за прекрасный добрый мир, который, значит, за будущее, за все хорошее против всего плохого. Вот, а на самом деле ситуация совершенно намного сложнее, как мы можем понять, потому что огромное количество наших соотечественников живет там по разным причинам, и это и браки, это и обмены, и учеба. Ну, по разным причинам, и на самом деле ошибочно думать, что если вот они уехали, они, значит, вот эти вот как современные релаканты, они, которые бежали, потому что их тут это режим кровавый там убивает. На самом деле совершенно не так, люди уезжают совершенно по разным причинам, тысячи этих причин, и они продолжают быть патриотами своей страны, любить свою страну, для них родина одна. И для многих из них, а у меня довольно много друзей, кто живет за границей, ну, так вот сложилось, и я, они, для многих из них, не является вообще вопросом, что есть родина. То есть они, да, они там живут, но родина одна, и они все говорят, ну, если надо, мы вернемся. То есть некоторые из них сейчас всерьез задумываются об этом в связи с происходящими событиями. Вот, и даже есть, знаете, некоторая обида у наших людей, которые, я их называю нашими, они, безусловно, наши, это наши русские люди, вот, живущих там. У них есть обида даже на то, что вот многие, кто здесь поддерживают, они к ним относятся как-то, знаете, вот. Ну, вот вы там, вот вы предатели, им обидно, на самом деле. И я хотела сказать, как человек, который занимается 9 лет помощью Донбасса, и довольно активно, и много, и сейчас мы и военным помогаем, очень много и активно, а до этого там гражданской в большей степени помогали огромное количество людей, наших соотечественников, живущих там, помогали мне. И, знаете, даже был момент, когда вот особенно 16-17 год, знаете, такой затяжной момент, когда вообще, в общем-то, в СМИ особо не говорило про то, что там происходит, а война там была. Очень много людей вот помогали вытянуть помощь больницам, каким-то заведениям, да, вот этим вот бабушкам, которым помогали по серым зонам, это люди, живущие там. То есть это, вот, есть там, например, замечательный такой совершенно Данил в Норвегии, у него там целая группа в Фейсбуке вражеском, да, вот. Вот он с 14-го года, они фурами возили на Донбасс, привозили помощь, они и сейчас всячески, вот, их там просто гнобят. Я захожу на страничку, там какой-то ужас, этого несчастного Данила там просто, там шестерят, он продолжает гнуть свою линию, выкладывать видео, говорить, бороться с местными, вот, против фейков. Говорят, что, ну вот, и таких людей множество, есть немецкие группы, английские группы и так далее. Очень много наших читателей, вот, австрийцы, это вообще ребята, с которыми мы сотрудничаем, ну, вот, с 14-го года, да, они регулярно тоже, они сами приезжали, между прочим, на Донбасс. Это люди, которые живут там, они собираются, ну, по своим людям собирают деньги и помогают. То есть это целые фуры привозились на Донбасс, и это не остановилось со СВО, да, то есть некоторые считают, что вот, сначала мы СВО тут вроде как все, вот, мы тут за мир, это кровавая Россия там начала развязывать, ну, на самом деле, ничего подобного. Они продолжают стоять на позициях, и многие из них готовы вернуться домой, если это понадобится. Хотя у многих людей, опять же, повторюсь, там налажена жизнь, у кого-то там дома свои, дети родились, выросли, тем не менее, это патриоты своей страны. И хотелось бы, чтобы у общества было понимание этого, что на самом деле там, за границей, не все предатели нас ненавидят, как это рисуют. И причем я хочу сказать, эта картинка специально искусственно создана и навязана. Она навязана так сильно, что у нас у самих создалось впечатление, что это так, что вот они там вот в этой Европе, в этой Америке нас все не любят, да, и наши там живущие все нас не любят, и местные. А это неправда, это вот обман. Кстати, то, что это неправда, было довольно хорошо заметно 9 мая. Вот 9 мая здесь недавно было, и было довольно много репортажей из Европы в том числе, которые там многих удивили. Да, мы увидели действительно и сотни, а местами даже тысячи людей, которые при всей вот этой кампании давления, да, русофобия, они не побоялись выйти с российскими флагами, с русскими песнями и так далее, и так далее. Я думаю, для многих было здесь даже удивительно, а что касается картинки, но это вот моя, как бы, такая, так сказать, давняя, это самая давняя боль. Я считаю, что то ли специально, то ли нарочно, то ли, как бы, по некой инерции, наши СМИ, к сожалению, по-прежнему находятся вот в очень тяжелой зависимости от такой мейнстримовской ленты европейской, американской. Просто тупо, как бы, да, вот, берут оттуда, показывают здесь, берут оттуда, показывают здесь, понимают ли те люди, которые этим управляют, что они фактически подыгрывают пропаганде чужой или не понимают, но для меня это вопрос. Но иногда, да, есть такая штука, да, нам всем там показывают, что вот там все там нас ненавидят, там кругом только одни украинцы, все с этими флагами. Но, кстати, об этом можно еще пару слов сказать. Насколько я понимаю, как бы, да, по опыту общения с вашими знакомыми, да, это не так вот. Нет такого, что прям вообще все там построились, там украинцы везде с своими флагами, мы все там попрятались и так далее? Да нет, конечно. Более того, я скажу, как человек, который... У меня очень много друзей из Крыма, у меня дача есть в Крыму, я выросла там постоянно, каждое лето бывала. И у меня так получилось, что все дети, мы росли вместе на одной площадке, и когда они поступили в университет, они все разъехались по разным местам. Кто уехал в Москву, кто уехал в Киев, Харьков, Нежин, кто за границу. И очень любопытно, что сейчас происходит с ними. Так вот, интересно, что когда началось СВО, часть людей, моих друзей, которые в Киеве оказались, честно сказать, они как-то выражали, когда начались события на Донбассе, некую аполитичность. И я до конца не знала их позицию. Они знали, что я занимаюсь помощью Донбассу, очень уважительно к этому относились, но мы никогда не политизировали. Но когда началось СВО, тут, как говорится, маски сброшены были. И, собственно, когда в Киеве начались, соответственно, события, я знаю, что ряд моих друзей, они выехали оттуда, бежали, потому что в их районе там было опасно. Они уехали, сейчас находятся за границей. И там, значит, такая история была, мама решила вернуться в Крым, вот мама, подруги моей. И я там помогала им выехать, потому что она выезжала, у неё не было никаких загранпаспортов, чтобы вернуться в Россию. В общем, сложности были. И вот она, я вот боялась ей, ну, встретиться с ней. Я не знала, как с ней разговаривать, потому что одно дело там быть за Россию, а другое дело, когда у тебя рядом снаряды. И я думала, ну, они нас там, наверное, все поголовно ненавидят. Вот, это не просто не так. А она первое, что мне сказала, мы обнялись, она расплакалась. И вот мы, когда начали разговаривать, она сказала следующую вещь, уехав оттуда. Она сказала, ну, а чего они ждали? Девять лет бомбили, я всё знала, что это будет. Это человек из Киева вернулся, прожил, и пропаганда его не прочистила мозг вообще абсолютно. И таких очень много. Проблема только состоит в том, что, вот, мы до эфира с вами как раз говорили эту вещь, да, что украинцы это такое, некая, ещё одна буква ЛГБТ, да. То есть, если ты скажешь плохо про них, то ты вроде как этот, будешь этот, подвержена стракизму. На Западе? На Западе, конечно. Мы сейчас говорим только о Западе. И поэтому даже те же украинцы, которые не поддерживают Украину, которые вынуждены, да, были выехать, да, и даже вот там, где СВО происходит, да, ну, все уезжали куда могли. У меня очень много знакомых, кто выезжал вот сейчас в Северодонецк, рубежный, когда ещё не были освобождены, они были вынуждены выехать. Они по-прежнему поддерживают Россию. Они боятся слова там сказать. Они такие, Дуня, ты понимаешь, мы не можем это сказать. Нас просто нигде не примут, нас, ну, просто мы будем персоной нон-граты. Нельзя поддерживать Россию открыто там. Поэтому многие молчат. Но многие, кстати, и не молчат. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. И 9 мая это показало. Мне присылали десятки видео из Франкфурта, из Барселоны, вот из Вены. Мы сегодня будем говорить про Вену, когда люди, сотнями людей выходили с триколорами, с барабанной дробью, с песнями, с Катюшей. Люди выходили. И самое, знаете, что меня потрясло больше всего в этих видео? Что местные все реагировали положительно. Что они, наоборот, там махали рукой. Там никаких не было вообще. То есть это вот, ну, меня это удивило. Да, меня это удивило и меня это приободрило. Ну, тут да. Тут, опять же, есть действительно перекосы в нашей картинке, да. Когда мы сами себя загоняем иногда в угол. И собственного гражданина, обывателя рассказываем о том, что там вообще чуть ли не весь мир. Ну, кроме китайцев, конечно, да. Против нас. И Бразилия. Ну, да. Ну, теперь уже Бразилия. Теперь Бразилия. Это самое. Кстати, что касается денег. Да, я тоже с этим встречался. Там через свой фонд. У меня были предложения о переводах денег. Но так как у меня фонд работает в белую, то, честно говоря, приходилось отказываться. Потому что непонятно, как это будет выглядеть. Это надо иметь валютный счет. Это надо, так сказать, потом... А я вам скажу, как сейчас. Потом надо рассказывать, откуда эти деньги, чтобы тебя не записали там в инагенты и все остальное. То есть эти проблемы есть. Вот я как раз и хотел немножко поговорить о проблемах. Ведь огромное количество этих соотечественников в Европе, в Штатах. Это же, на самом деле, потенциал для работы. А вот кто-то вообще с ними работает? Или мы только с удивлением узнаем обо всех этих вещах 9 мая? И даже вопрос, так сказать, немножко по-другому развернем. А как с этим работать? А что вот надо делать? Может быть, как-то помочь? У меня есть свои там ответы на эти вопросы. Но все-таки у меня вот нет такого количества знакомых, честно скажу. За границей так уж сложилось. Вот с этим какое положение дело? Ну, во-первых, вы так съязвили про количество знакомых. Во-первых, большое количество знакомых у меня появилось в связи с началом моей гуманитарной деятельности. Так получилось, что я в Фейсбуке, который сейчас у нас запрещен, я в Фейсбуке писала очень много. И на меня выходили по цепочке люди. Как? Они меня находили. Они хотели помочь. У них была вот эта интенция. И они искали кого-то. И, в общем, меня рекомендовали по цепочке. Поэтому так получалось, что на меня выходили. И я была своеобразным таким посредником. То есть они там собирали деньги или собирали что-то, пересылали. А мы это доставляли, передавали и отдавали им отчёт. То есть мы были таким, ну как, я была своеобразным посредником между вот этими разными группами. Вот. С ними никто не работает. Вот это я могу сказать. И это большая проблема. И я вот в частности вообще как бы считаю, что как минимум мы информационно должны поддержать всех наших людей. Там как минимум вот тем, что мы сейчас об этом говорим. И хотелось бы говорить об этом больше. И хотелось бы, чтобы вообще изменился вообще курс понимания. Что да, там люди наши. И как-то нашим властям, что ли, как-то вообще вспомнить о них. Но только чтобы это не было. Там как-то отчитались. Там как бы провели какое-то мероприятие. Там фуршет с концертом. Там пришло три человека. Все порадовались, похлопали. А чтобы это было как-то более серьёзно. Выставка про Пушкина. Это традиционный, так сказать, способ работы. Ну, например, да. Нет, это, во-первых, как минимум, те, кто хочет помогать, имели возможность, может быть, через посольство как-то, чтобы это наладить, помогать. Да, чтобы власти сделали этот механизм проще. Чтобы это делали не люди, как бы вот связываясь через Фейсбук с кем-то, вот там вот нашли какую-то Шереметью, или вот там ваш фонд, или как-то там через знакомых, через десятые лица. А чтобы это был какой-то механизм, поток налаженный. Хотелось бы, чтобы эти люди появились для власти. Ну да, это правильно. Потому что они наши. Ну да, я полностью согласен. Хотя налаженные потоки у нас многие любят, несомненно. Я имела в виду... Это передача «Традиция». Вот у нас в гостях писатель, руководитель группы волонтёров, много лет помогающих Донбассу, Евдокий Шереметьев, телеграм-канал «Маленькая Хиросима». А в следующей части мы, во-первых, продолжим разговор, а во-вторых, к нам присоединится наша соотечественница из Австрии. Я думаю, это будет такой интересный разговор, непосредственно уже, так сказать, с первым лицом. «Традиции» с Сергеем Михеевым. Это передача «Традиция». Сергей Михеев. У нас в студии, напоминаю, писатель, руководитель группы волонтёров, Евдокий Шереметьев, телеграм-канал «Маленькая Хиросима». Мы разговариваем о наших соотечественных за рубежом. И вот подключили сейчас ещё одного участника нашей передачи из Австрии. Елена Мартасевич, жительница Вены, филолог и участник шествия «Бессмертный полк» там, в Австрии. Елена, приветствую вас. Здравствуйте. Но я не только участник, я ещё и организатор этого шествия. Да. Вот, видите, как-то, так сказать, хорошо. Мы сейчас много нового узнаем. Елена, вот мы как раз здесь разговариваем о наших соотечественниках за рубежом, о том, какую позицию они занимают в ходе всех известных событий, да, и о том, как установить здесь в данном случае какой-то рабочий контакт, что называется. Потому что, получается, картинка такая, да, значит, наши люди, как бы не наши, они находятся там. Здесь мы видим, что якобы вся Европа, Америка и вообще все, кто там живёт против нас, при этом 9 мая картинка, которая шла и по «Бессмертному полку» из многих стран, и просто, так сказать, по, значит, неким акциям, которые наши соотечественники проводили, она многих вот здесь вот вообще удивила. Потому что, конечно, здесь тоже люди, как бы так, в некой ситуации информационной осады находятся, что является одной из проблем, мне кажется, наших СМИ. Если можно, расскажите о том, как наши соотечественники, да, чувствуют себя вот в контексте всех этих событий, какую позицию занимают, какую позицию занимает австрийское общество и, по большому счёту, как нам друг другу помочь. Потому что, мне кажется, это важно, так как я вот не очень представляю, есть ли хоть какая-нибудь в этом смысле организационная помощь со стороны России. Вы знаете, спасибо вам за вопрос, потому что, мне кажется, вот по тому, что я достаточно долго уже наблюдаю, особенно с началом СВО это очень сильно обострилось, но мне кажется, в принципе, внутри России есть очень большое непонимание относительно того, какова вот эта русская миграция, и относительно того, что она, в принципе, очень неоднородна. И есть очень большая группа людей, которых просто выбросило из страны во время развала 90-х, вот по экономическим причинам. И, ну, я бы сказала, по причине просто разрухи, когда переставали существовать целые отрасли, предприятия, и часть специалистов там в результате шла в щелночники и торговала носками, а другая часть вот, да, уехала. И для многих этот отъезд был вопросом выживания не только физического, но и какого-то, я не знаю, человеческого, профессионального. То есть очень много инженеров, учёных, которые никогда не пытались вырваться за рубеж, там, вот, хоть тушка, хоть чучелом, да, а уехали эти люди фактически не по своей воле, а потому что их разруха выдавила. И, соответственно, вот вести себя и выживать в чужих для себя странах эти люди тоже стали по-разному. И иначе, не так, как представители вот этой самой, там, часто справедливо презираемой колбасной эмиграции, да. И, ну, вот мне кажется, что индикатором таких людей очень часто служат их дети, воспитанные на русском языке, с русским самосознанием и не ассимилированные западным обществом. Они интегрированы в западное общество, но не ассимилированы им. И мне кажется, что, ну, для очень многих людей, в принципе, само пребывание за границей всегда рассматривалось вот как временное какое-то. И поэтому сейчас, мне кажется, вот сегодняшняя ситуация для такого немалого количества таких людей стала вот какой-то чертой, да, которая заставила их окончательно уже вот определиться в отношении своей страны и занять какую-то, ну, уже определенную позицию. И потому, естественно, есть какая-то часть людей, которые занимают, ну, довольно равнодушную позицию, просто потому что они, ну, были рады в свое время оторваться от своей страны. А есть огромная часть людей, которые не отрывались от своей страны фактически. Кстати, многие из них даже гражданство сохраняли, несмотря там на, я не знаю, 20 лет пребывания за границей. Вот. И для них сейчас вот вопрос поддержки страны это, ну, вопрос чести их. А вот, скажем, в этой ситуации вопрос номер один. Насколько сложно приходится в нынешней вот, в нынешней обстановке за границей, ну, в частности, если вы знаете Австрию, то в Австрии, да? Потому что, ну, давление, видимо, есть, оно совершенно очевидное. И в этом смысле, во-первых, по поводу давления, а во-вторых, насчет того, а как вообще австрийское общество все эти вещи воспринимает, вот то, что, то, что, так сказать, и происходит сейчас в отношениях России и Украины, вся вот эта ситуация, да, и в контексте украинских беженцев, которые там находятся, и как относятся к активности тех людей, вот, ну, пророссийской активности тех людей, которых вы говорите? То есть, есть ли там какое-то давление, репрессии, там, ненависть, там, или еще что-то в этом роде? Ну, вы знаете, я думаю, что очень сложно говорить за всю Европу, потому что она очень неоднородна, потому что, допустим, вот что касается, если вот говорить в контексте 9 мая, то, например, в Австрии вообще не запрещена никакая символика российская или советская, а, допустим, вот в той же Германии она запрещена, да, и это, ну, понятно, что это две принципиально разных ситуации, или в Чехии, да, то есть вот это страны, с которыми Австрия граничит, но вот в Австрии вот так, а в Чехии или в Германии совсем по-другому, поэтому тут, конечно, очень разное давление люди испытывают в этом смысле. Что касается притеснений, ну, знаете, вот буквально на прошлой неделе, например, одна знакомая моя, она боролась с тем, что ей закрыли счет, заблокировали счет в банке, то есть, понятно, она не может ни зарплату получить, ни, ну, вообще ничего, да, то есть это фактически... Австрийский счет закрыли? Непонятно. Австрийский счет. А у нее австрийское гражданство или у нее... У нее белорусское вообще гражданство. Ей закрыли просто потому, что она белорусская? Ей закрыли, как ей объяснили в банке, в рамках усиления санкций против России и Белоруссии. Понимаете, вообще, в принципе, это противозаконно абсолютно, и как бы они потом, ну, вот, разблокируют эти счета. Это не первый случай. Я вот про такие случаи уже слышала, я не знаю, от многих-многих-многих знакомых. Но, понимаете, это противозаконная вещь, то есть эти банки, они очень быстро отыгрывают все назад, но это, знаете, такой вот беспокоящий огонь, да, который ведется по нашим людям. Но и, понимаете, вот помимо вот таких вещей, в целом, ну, очень неприятно жить в обществе, где русских там во всех СМИ не просто там объявляют людьми второго, третьего сорта, а вообще смешивают с грязью и расчеловечивают. И ты понимаешь, что вот сама по себе такая атмосфера, она, ну, создает условия, когда тебе на голову что-то может прилететь самым неожиданным образом. И вот постоянно находиться в этом, конечно, очень неприятно. Хотя, в принципе, началось это уже почти 10 лет назад, и в какой-то степени это уже такой привычный фон жизни. Но, понимаете, привычный не значит нормально. Это с одной стороны. С другой стороны... Ну, кому-то нравится, вон Шандеровичу кетчупом полили, а он все равно доволен. Ну, это, понимаете, это уже вопрос наличия достоинства у людей и приоритетов жизненных, наверное, так. Но, понимаете, вот это одна сторона, да. А с другой стороны, вот то, что я лично наблюдаю, опять же, уже вот 10 лет почти, да, множество русских людей, которые оказались интегрированы в западное общество, но, вот что важно, не ассимилированы им. То есть они не стремились ассимилироваться и стать вот такими, как все, да. Вот это множество русских людей, они просто своим существованием, своим образом жизни, своим, ну, я не знаю, если хотите, моральным обликом, своими убеждениями, мнениями, которыми мы делились с местным населением. Вот получается, что мы сослужили своему Отечеству, в общем-то, хорошую службу, потому что именно всем вот этим мы свели, но если не свели на нет, то, по крайней мере, существенно поколебали усилия вот этой медийно-русофобской пропаганды. И именно это не позволило Западу вот консолидировать свое общество. Елена, давайте продолжим через короткую паузу, прошу прощения, мы должны сейчас сделать небольшую паузу, и после нее продолжим разговор как раз с этого же самого места, это передача «Традиция». Сергей Михеев, мы говорим о наших соотечественниках за рубежом в контексте вот всех событий, которые сейчас происходят. И у нас в гостях по телефону из Австрии Елена Мартысевич, жительница Вены, филолог, участник и организатор шествия «Бессмертный полк» и писатель, руководитель группы волонтеров Евдокия Шереметьева. Телеграм-канал «Маленькая Хиросима». После короткой паузы мы к вам вернемся. Традиции Вести ФМ Традиции С Сергеем Михеевым Это передача «Традиция». Сергей Михеев, мы снова на связи с Еленой Мартысевич из Австрии, жительница Вены и участник и организатор шествия «Бессмертный полк». Да, Елена, вот мы как раз остановились на том, что вот такая активность наших соотечественников, патриотически настроенных, она каким-то образом меняет и местное общество, и отношение к России как бы у местных. Да, это так и есть. Я говорю, ну вот это, мне кажется, тот редкий случай, когда реальность, если не побеждает телевизор, то хотя бы как-то сводит счет на нет. Потому что и я лично, и множество моих русских знакомых не раз сталкивались с ситуацией, когда местные жители, австрийцы говорили, ну вот знаешь, я слушаю свои, наши СМИ, и там вроде бы все логично говорится, там о России, о русских, все аргументировано, но когда я думаю о том, что я должен применить это к тебе лично, я понимаю, что что-то здесь не то, и как-то вот у меня это не вяжется с тобой лично. Поэтому мне кажется, что все-таки они, ну если не врут нам, то, по крайней мере, как-то слишком уж приувеличить. Понятно. Я, знаете, хочу сказать одну деталь. У меня есть друзья из ЮАР, они вообще, для них это совершенно непонятно, что там, где там происходит. Но тем не менее, картинка там такая же, какие злые русские, они меня читают там в сети. И благодаря тому, что они меня читают в сети, они имеют совершенно другую позицию. И они, зная меня лично, уважая меня, они принимают, как бы они верят мне, а не кому-то. И я хочу сказать всем, у кого люди там, кто поддерживает СВО, кто поддерживает вообще, ну как бы, поддерживает свою страну, кто патриот, и у кого есть друзья там, доносите это иностранцам, потому что люди будут слушать вас. Они там не такие идиоты. Но включаются личностные факторы. Одно дело все-таки, да, когда это происходит где-то что-то, когда вы просто, когда одна пропаганда, грубо говоря, спорит с другой пропагандой, другое дело, так сказать, когда появляется какой-то фактор личностного знакомства. Елена, а вот вопрос, который, мне кажется, ключевой в нашей беседе. Каким образом налажено, или каким образом должно быть налажено, на ваш взгляд, взаимодействие на России и со своими соотечественниками? Потому что действительно существует такое, значит, ощущение, что, в общем, все сами по себе, хотя в этой ситуации, вроде бы как, любой потенциал вот такого воздействия в пользу России должен быть востребован. Может быть, кто-то хочет работать там, при этом оставаясь российским патриотом, кто-то хочет вернуться в Россию. Да, вот ваше мнение по этому поводу. Понимаете, конечно, от наших государственных органов, там, от посольства конкретно, конечно, хотелось бы, ну, какой-то более консолидированной, более определенной и более, знаете, какой-то, имеющий отношение к реальности позиции. Потому что то, что мы наблюдаем сейчас, к сожалению, но это такая деятельность, которая, безусловно, хороша была бы вот... День Пушкина. Да, 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 да. Вот когда, вы знаете, Рахманина в Пушкин, это все прекрасно, это все нужно, это все очень важно. Но, понимаете, этого как-то немножко недостаточно сегодня. Потому что, конечно, хотелось бы, чтобы... Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы Россия сказала своим соотечественникам, которые вот часто не по своей воле оказались за рубежом, хотелось бы, чтобы Россия сказала этим соотечественникам, нужны ли они ей вообще, в принципе. Вот. Потому что, мне кажется, что если бы прозвучало то, что они России нужны, очень многие, пожалуй, решились бы на то, чтобы подвести вот черту под своим пребыванием за границей и вернуться в Россию. Да, вернуться... Кстати, очень многие смешанные браки, да, например, там, женщины или мужчины, когда живут за границей, они бы, может быть, и их мужья, и жены, кстати, готовы приехать, вот, но непонятно, что им здесь делать. Хотелось бы, чтобы была какая-то здесь поддержка от нашей власти для приехавших иностранцев с женами и мужьями, чтобы они не приходили вот эти три тысячи препонов, да, где просто это фактически невозможно подчас. Ну, как бы, что им тут делать? Да, причем, понимаете, вот эта поддержка, она не обязательно должна быть какой-то материальной. Хотя вот, что касается материального, было бы, в принципе, неплохо, если бы нашими государственными органами была бы разработана какая-то программа, которая позволяла бы людям желающим переехать, просто перевести свои деньги в Россию. Понимаете, потому что сейчас, когда вот все банковские пути легальные перекрыты, то есть, какой-то коридор нужно же людям организовать, тем, которые хотят приехать даже вот со своими деньгами. А я не знаю, они там, может быть, не какие-то особо большие, но, по крайней мере, эти люди могли бы себе жилье, так сказать, продав свое жилье в своих странах купить в России жилье. Вот это первый момент очень важный. Второй момент, конечно, хотелось бы услышать, что, да, мы нужны России, и вот эта нужность, наша Россия, она могла бы выражаться в массе каких-то организационных вещей. Ну, то есть, во-первых, какое-то облегчение натурализации для тех, у кого там нет гражданства, для тех, у кого нет жилья своего, то есть, по крайней мере, нужно же приехать где-то зарегистрироваться, то есть, вот все эти вещи там с регистрацией связаны и так далее. То есть, вот это все нужно как-то продумывать, потому что сейчас, вот насколько я понимаю, это все существует в каком-то, ну, оторванном от реальности режиме, да. Потом, конечно, нужны какие-то особые программы для детей-подростков, которые учатся в школах, которые заканчивают школы, потому что образовательные программы совершенно разные и разное время просто, дети учатся. 19 лет, насколько я знаю, да, там в Австрии? Да, да, здесь дети заканчивают школу в 19-20 лет, и это нормально, понимаете, нормальный возраст окончания школы. А что им делать, то есть, когда приезжает, условно говоря, 18-летний человек, в России у этого человека уже есть аттестат, а здесь он абсолютно легально, нормально, не потому, что он там, я не знаю, неизвестно, чем занимался, а просто он учился нормально по программе в школе, но у него она еще не закончена, ему там еще пару лет нужно доучиваться. То есть, вот с этим же тоже что-то надо делать. Опять же, как бы, ну, понятно, что и с призывом там нужно, что называется, масса людей не против, чтобы их сыновья шли служить по призыву в России, но если вот этот 18-летний молодой человек, если у него еще нет среднего образования, а он хочет его получить, и если он пойдет в армию, то получается, что ему потом, как ему дальнейшую жизнь выстраивать, если у него среднего образования нет. Здесь много таких масштабных вопросов, это понятно, а вот, ну, то, что об этом надо как минимум говорить, я полностью согласен, а вот скажите, если все-таки говорить о, значит, пребывании наших соотечественников за рубежом, ну, даже если говорить конкретно об Астре, ну, например, скажем, не выйдет ли так, что, скажем, более активная позиция, занимаемая нашими гражданами, в том числе, какое-то более активное сотрудничество с посольством, оно вызовет больше проблем в отношениях с местными властями, ну, грубо говоря, возьмут, обвинят там в шпионаже, там, или еще что-нибудь там в этом роде, да, какой-то подрывной деятельности и так далее. Понимаете, мне кажется, что это будет происходить в любом случае, потому что, просто потому что такая конъюнктура, то есть мне кажется, что это как бы существует в режиме абсолютно отдельном от нашего поведения, то есть абсолютно не важно, что мы делаем или не делаем. Мы будем плохими в любом случае. Да, нас все равно будут продолжать дискриминировать, нас будут смешивать с грязью и так далее, то есть в принципе, и мне кажется, просто даже для нас, для того, чтобы свое человеческое достоинство сохранить, все-таки полезнее будет вести себя как-то более похоже на людей, у которых есть достоинства, у которых есть свои представления о должном и с которыми нельзя в конце концов обходиться так, будто нас в этом мире не существует. Ну, вообще в любом случае, я полностью согласен, что проблема это важная, иначе бы мы, собственно говоря, вот эту передачу бы и не устраивали. Когда меня вот некоторые знакомые за рубежом спрашивают, чем можно помочь, вот давай там, чем можно помочь, я, честно говоря, всегда говорю одно. На мой взгляд, одна из важнейших функций, которые действительно наши соотечественники там на Западе могут осуществлять, это состояние информации, более истинной, так сказать, правдивой информации о том, что происходит. Наша аргументация и доведение это до вот хотя бы круга своих знакомых среди иностранцев, там, не знаю, родственников и так далее, и так далее. И перестать стесняться, что мы русские. Да, и грубо говоря, там не нужна никакая подрывная работа, так сказать, и не нужны никакие даже деньги какие-то огромные, да, которые бы там куда-то пересылать, собственно говоря, с этими вопросами будем справляться. А вот доводить нашу точку зрения, доводить реальную картинку, мне кажется, было бы очень важно. И сегодня мы говорили на тему наших соотечественников за рубежом, я думаю, что мы вернемся еще к этой теме позже. Я благодарю за участие в программе писателя, руководителя группы волонтеров Евдокию Шереметьеву, телеграм-канал «Маленькая Хиросима», и по телефону из Вены, из Австрии у нас была Елена Мартасевич, жительница Вены и организатор шествия «Бессмертный полк». Я благодарю всех. До новых встреч, радиослушатели, дорогие, к передаче «Традиции» Сергей Михеев.